Нынешние пустоши США под завязку забиты довоенным вооружением и обмундированием. Классические военные мундиры, винтовки, пистолеты, гранаты, мины. Но самое ценное среди всех этих военных артефактов это силовая броня. Если с винтовками и их происхождением все и так понятно, то откуда же взялась силовая броня и почему ее вообще разработали? Для ответа на этот вопрос необходимо вернуться ко временам до Великой войны. В 2065-м война за ресурсы, начатая в 2052-м, все еще бушует. Правительство тогдашней США принимает решение увеличить военные бюджеты и пустить их на разработки новых технологий, чтобы укрепить свою оборонительную мощь и сохранить статус сверхдержавы, способной сберечь не так свой народ, как свои ресурсы от потенциальной атаки врага. Компания Весток, с которой у правительства на тот момент был подписан контракт по созданию военно-оборонительных вооружений, начинает разрабатывать танковую броню или танковый доспех. Суть этой брони сводилась к тому, что она должна была быть мобильней танка и в теории даже заменить его в поле боя. Создание этой брони дало миру не только новую военную силу, но и то, что смогло в корню изменить мир. В 2066 году Весток создала первую в мире ядерную батарею. Эти мини-ядерные станции действительно могли изменить мир и даже начали внедраться многими корпорациями в их разработки, такие как домашние роботы и автомобили. Но это происходило только на территории США, в то время как другой мир страдал. В итоге, зимой все того же 2066 года, Китай объявил войну с Соединенным Штатом и вторгся на Аляску в попытке заполучить столь ценные залежи, едва не последние в мире нефти. Это вторжение стало толчком для как можно скорейшего развития и улучшения силовой брони, и в 2067 году с конвейера сошли первые, полностью готовые к боевым действиям, наборы силовой брони Т-45. Т-45 превзошла многие ожидания. Эта силовая броня была до невероятного прочна и способна защитить солдата не только от баллистического или энергетического вооружения, но и от радиации. Доспех также механическим образом увеличивал силы солдата, что было очень уместно, с учетом и веса доспеха, и тех нагрузок, которые он должен был выдерживать. Сам доспех, ясное дело, не мог работать сам по себе или просто по велению человека, потому для его функционирования нужна была энергия. И здесь в дело пошли ядерные батареи. Первые модели брони использовали малые батареи, что было крайне неэффективно, с учетом того, как быстро силовая броня потребляла энергию, потому следующие ее партии, Т-45Д, были изменены, и в них были добавлены контейнеры для большего количества батарей. И именно Т-45Д была той силовой броней, которую носили солдаты США, сражаясь на Аляске. Очевидно, что она была крайне полезной в этих боях. Один солдат в силовой броне мог с легкостью переместить на поле боя то, для чего нужна была группа солдат, либо специальная техника. Пара же солдат в силовой броне могла с легкостью зачистить целый город, захваченный китайцами, не получив даже ранения. Даже китайские танки не могли сравниться с Т-45Д. Благодаря этой разработке в Уэсток США были на пути победы и вытеснения китайцев из Аляски, но последние не готовы были сдаваться и начали разработку своей военно-оборонительной технологии, которая дала бы возможность на равных сражаться с солдатами в силовой броне. И, возможно, разработка бы умерла, если бы в 2074 году США не перешла в стадию атаки. Вместо того, чтобы просто вернуть Аляску и отпраздновать победу в этой войне, практически все войска, а в особенности отряды, облаченные в силовую броню, находящиеся на почти отвоеванных территориях, были отправлены в Китай в качестве первой атакующей волны. В это же время Уэсток продолжила разработку силовой брони и начала работу над ее новым поколением. И уже в следующем, в 2075 году, Уэсток начали полевые испытания новых прототипов в форте «Стронг» в Бостон. С конвейера же новый доспех вышел в 2076 году, и миру явила себя силовая броня Т-51. Она превосходила свою предшественницу практически во всем и стала венцом довоенной силовой брони. В отличие от Т-45, практически полностью состоящей из металлических пластин, Т-51 использовала композитный пластиковый материал, что давало не только больше защиты, но и уменьшало вес силовой брони. Также все части электрических и механических систем, расположенные в Т-45 снаружи, были спрятаны внутри Т-51. Также все они были снаряжены встроенными наборами ядерных батарей, способных поддерживать силовую броню в рабочем состоянии, не менее 100 лет. Массовые поставки этой серии были отправлены первым делом на фронт Аляски, чтобы добить остатки армии Китая и в сам Китай, где войско США проводило атакующие операции. Армии Соединенных Штатов с легкостью пробивались через китайские города и уже были настроены на захват всего Китая, пока не столкнулись лицом к лицу с китайской разработкой. Это тоже был военный доспех, но принцип его работы разительно отличался от силовой брони. Это была китайская стелс-броня, также известная как маскировочная броня «Черный призрак». Как и гласит имя доспеха, помимо оборонительных преимуществ, она также давала возможность использовать маскировочную технологию, делающую ее обладателя практически невидимым. Этой броней экипировали профессиональных убийц и диверсантов китайской армии, также известных как «Красные драгуны». Эти солдаты участвовали не только в оборонительных операциях на территории Китая, но также были замечены на территории дамбы Гувера. Но даже эта броня не была достаточной мерой, чтобы Китай победил в сражении с Соединенными Штатами. К тому же, один из костюмов все же попал в руки американских военных инженеров, которые с помощью обратного инжиниринга на его основе сделали эффективный, пусть и нестабильный, стелс-бой. В конечном итоге, в 2077 году Соединенным Штатам после неоспоримой победы в битве за Анкоридж удалось полностью отбить Аляску. Но за эту победу пришлось платить всем жителям Америки. Война поглотила все ресурсы Америки. В итоге по стране начался массовый дефицит всего, даже пищевых продуктов, и это наряду с болезнью, которая проносилась по стране, известной как «новая чума». Начались массовые бунты и протесты. Правительство Соединенных Штатов вынуждено было ввести карантинные зоны, а для соблюдения порядка использовать свою же армию, но очевидно, что лучше от этого не становилось. Множество гражданских были убиты во время стычек с полицией и армией. И в то время, как в стране происходили не совсем благоприятные события, Весток продолжала свою работу и все в том же, в 2077 году, выпустила новую силовую броню Т-60. Как и ее предшественницы, Т-60 тоже выпускалась в ограниченном количестве и распространялась в основном на территории нового английского содружества. И не совсем известно, использовалась ли она в военных действиях до Великой войны. И как только началась последняя, превратив Америку в пустошь, логично предположить, что развитие силовой брони было своего рода приостановлено, но вот использование ранее созданной продолжилось. Все потому, что в отличие от того, что радиация и война уничтожали практически все в США, множество наборов силовой брони остались не то что не просто целыми, но даже работоспособными. Если простые выжившие лишь разбирали их и использовали детали в нужных для себя целях, то военные и представители власти, знавшие, как работает силовая броня, использовали ее по прямому назначению. В итоге из одной группы таких людей, бывших военных американской армии, и зародилось небезызвестное братство стали. Целью этой организации стал поиск и сбор как можно большего количества довоенных технологий, в том числе силовой брони. Практически каждый член этой организации владеет собственным набором силовой брони. Члены западного братства стали в основном облачены в наборы Т-51, и лишь некоторые в наборы Т-45, а все члены восточного братства, расположенного в столичной пустоши, использовали только Т-45, ведь 51-я версия была для них редкостью. Но после отправления в Содружество им все же удалось заполучить некоторое количество наборов Т-60, но недостаточное, чтобы облачить в него всех своих членов. Именно Братство Стали — это организация, которая использует силовую броню в таких масштабах, и практически у всех уже ассоциируется с ней. Ведь действительно, если вы видите группу людей, или даже одного человека, бродящего в силовой броне, с 90% вероятностью это окажется член Братства Стали. Но утверждать, что силовую броню использует только Братство, тоже нельзя. Другим группировкам и организациям также удалось заполучить себе такие. Одной из таких является Новая Калифорнийская Республика. Им удалось добыть несколько не совсем пригодных для использования образцов наборов Т-45 во время войны с Братством Стали и восстановить их ценой уменьшения мобильности. В силовой броне встречаются даже рейдеры. Хотя назвать это полноценной силовой броней нельзя, ведь собрана она из частей разных наборов и всячески дополнена металлическими конструкциями. Но, несмотря на это, ни одной из названных организаций не удавалось создать новый вид, а вернее новое поколение силовой брони. Даже Братство Стали, несмотря на все их знания о силовой броне и несмотря на все их ресурсы. Но есть организации, которые это приписывают. Анклав. Анклав был создан членами правительства довоенных Соединенных Штатов и существовал еще до войны. После того, как упали бомбы, Анклав расположился на безопасной дистанции от превращенной в пустошь Америки. Их базой стала нефтедобывающая вышка Poseidon Energy. Они медленно накапливали мощь и планировали восстановить великую нацию. В 2198 году группа ученых и инженеров Анклава начали разработку множества новых технологий для нужды организации, среди которых, как ходят слухи, была разработка нового поколения силовой брони, которая должна была стать на голову выше предыдущих, созданных до войны. Первые прототипы были успешно созданы, но они не превосходили качество наборов Т-60 и даже Т-51. Но в 2215, спустя 17 лет, Анклаву удалось выпустить броню, которая была лучше не только их собственных разработок, но и была в разы лучше довоенных вариаций силовой брони. Набор Х-01. Эта силовая броня была действительно хороша. Помимо того, что она предоставляла повышенную защиту от баллистических, энергетических и радиоактивных воздействий, лучше своих предшественниц, в ней также был использован другой вид металла и даже керамика. А механические и электрические элементы предоставляли еще большую мобильность и силу владельцу силовой брони. А внедренная автогиросистема предотвращала возможность падения в доспехе. Впервые она была замечена в 2220 году на салатах Анклава, а в 2241-м Анклав выпустил вторую версию этой силовой брони – Х-02. И пусть внешне она была идентична первой, но основным ее материалом стала легкая композитная керамика, а не металл и керамика. И в то же время, помимо второй версии, была еще одна модификация первой под названием Тесла. Ее уникальность состояла в том, что на наплечниках брони были расположены пять небольших катушек Тесла и еще две находились на голенях по одной на каждой внешней стороне пластины. Также на спине вместо кислородных баллонов расположены Тесла-генераторы, внутри которых можно увидеть электрические разряды. Все это было сделано для более эффективного использования энергетического оружия, но, к сожалению, выпущен был лишь один экземпляр этой силовой брони. Вдохновляясь ею, инженеры НКР и другие умельцы также делали аналоги этой брони. После разгрома Анклава на Западе его остатки отправились на восток, в столичную пустошь и обосновались на военной базе Рейвен-Рок и начали снова накапливать силы для очередной попытки захвата власти на территории пустоши. К этому моменту Анклав уже массово производил вторую версию своей силовой брони, которая стала стандартным типом обмундирования для их солдат, но массовая версия была несколько изменена внешне. С усилением влияния Анклава на востоке усилились и их разработки, в рамках которых и была создана силовая броня Гиенна, которая, помимо улучшения общих характеристик силовой брони, привнесла и защиту от огня. Разработка брони Гиенна стала приоритетным проектом Анклава по настоянию полковника Отема, и все остальные технологические проекты были свернуты с целью ускорения разработки брони. В частности, были разобраны на запчасти для брони прототипы роботов Дюрафрейм. На данный момент именно Гиенна является самой технологически развитой силовой броней среди всех известных и найденных на территориях пустоши. Но кто знает, возможно, какой-то хитрый умелец или остатки Анклава или любая зарождающаяся новая организация прямо сейчас создают что-то, что с легкостью переплюнет и эту силовую броню. А что думаете по этому поводу вы? Сможет ли кто-то создать силовую броню лучше тех, что есть сейчас, или где-то среди старых военных баз США уже находится забытый всеми прототип идеальной силовой брони? Жду обсуждений в комментариях или на моем твич-канале, где трансляции проходят каждый вторник, четверг и субботу. Также, если у вас есть желание и возможность поддержать канал Звонкой и Монетой, то добро пожаловать на мои странички YouSupport и Donation Alerts. А с вами был GoodNatured, чаю вам печенюшек, и услышимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok